Я зашла в старый бар, конечно же, и хочу попить кофе и немножко согреться. Вы знаете, погода у нас сегодня, вы видели, какая. А бар этот старинный английский, морская тема. Посмотрите, как тут классно. Хотела вам себя показать. Зашла специально. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Вы слышали, как у нас сегодня воет страшно ветер на море. И какие бушуют волны. Сегодня погода сменилась опять на удивление быстро. Вчера еще светило солнышко. И мы гуляли по побережью и мечтали о том, что будем купаться. Дальше продолжать. Вода теплая. И вдруг сегодня вот такой вот шторм. Ну, я, конечно, звук основной убрала. Я хотела дать вам послушать шум волн. Я знаю, что многие мои зрители любят. Но здесь невыносимый ветер, поэтому не получилось, друзья. Ну, да и что ждать можно от английской погоды, если у нас уже самый конец сентября. Сегодня вторник, 28 сентября 2021 года. И мы находимся с вами на набережной Вентнер. Центральная набережная. Здесь вообще даже в хорошую погоду волны довольно большие, потому что это все-таки пролив Ла-Манш. И здесь шутки плохи с Атлантическим океаном. Но сегодня, друзья, я хочу немножко погулять с вами здесь по набережной. И также хочу показать вам, какой бывает разный наш остров Уайт. Он бывает приветливым, он бывает солнечным, очень красивым. Но иногда бывает и очень опасным. Конечно же, близость океана, она дает о себе знать. И я уже вам показывала обрывы и оползни, которые постоянно происходят. И как вода подтачивает юго-западное побережье острова Уайт. Видео вверху для вас, для тех, кто не видел. Ну и сегодня... Вот, друзья, я хочу вам показать очередной оползень. Здесь просто в самом центре города Вентнер. Есть у меня несколько видео таких, которые я вам рассказывала об этих страшных оползнях. Ну вот, посмотрите. Здесь, конечно же... Я извиняюсь, друзья. Вот видите, такой здесь ветер у нас сегодня. Не для съемок, хотя я стараюсь гулять каждый день. Поэтому мне пришлось уйти на студийную озвучку. Уж как я ее, конечно, не очень люблю. Но вот приходится иногда. Итак, я продолжаю вам рассказывать. Вот, посмотрите. Обычная улица. Очень красивая. На мой взгляд, одна из самых красивых улиц в городе Вентнер. Я вам ее уже показывала. Посмотрите, опять видео для тех, кто не смотрел. В правом верхнем углу для вас всплывет. И теперь эта улица выглядит совершенно по-другому. Вот опасность, денджерес. И вот такой вот обрыв. Мне вот можно только так вести съемку здесь, с краешку, потому что неизвестно. Она может в любой момент пойти дальше. И этот обвал может точно так же и вас здесь похоронить. Поэтому еще пока эта улица для пешеходов не закрыта. Но она уже, конечно же, закрыта для автомобилей. И это самый центр города Вентнер. Просто это второй ярус домов. Вот вы видите здесь впереди. Это огромная гостиница в центре города Вентнер, которой мы спускались с вами на набережную. И вот там вот видны дома. первого яруса, которые стоят на самом побережье. И вот уже теперь непонятно. Видите, как интересно происходит, что на побережье дома как стояли, так и стоят. А здесь вот видите, какая беда случилась. И осталось, наверное, расстояние метров 10 до этих домов. Вот жили себе люди, не тужили. Прекрасный вид. Но, наверное, должны были понимать, в каком месте они поселились. Если этот оползень пойдет и дальше, то уже никто им помочь не сможет. Я показываю вам. Вот видите, люди запасаются там. Мешки стоят с гравием, с песком у людей во дворах. Но вы же понимаете, что это все уже абсолютно не спасет, если продолжится вот этот вот обвал. И вы знаете, вот еще что хочу сказать, что спасать-то как раз ситуацию местные власти не торопятся. Вот они ее огородили, посмотрите. Вот они там положили эту сетку. И вот эти мешки с песком. Это произошло уже давно, больше полугода назад здесь все закрыто. И вот сколько я хожу, гуляю. Я иногда тоже захожу и сюда посмотреть, что здесь происходит. Но вот ничего дальше, конечно, слава богу, не пошло никакой оползень. Дальше эту улицу, видите, вот она продолжается здесь и смотрится вполне нормально. Как ни в чем не бывало. Ну а там вот просто лежат эти мешки с песком и сетка. Больше никаких берега укрепительных работ здесь не ведется. Что меня, конечно, постоянно очень удивляет. Ну а я хочу подойти сюда поближе к этому углу и показать вам, чтобы мы с вами сориентировались. Вот видите, это спуск такой на набережную Вентнер, по которой я только что с вами гуляла и показывала вам океан. Вот эти дома внизу, тоже их судьба абсолютно непонятна. И, как говорится, одному богу известно, что здесь будет с ними дальше. И вот этот отель тоже подойдем, расскажу получше. И посмотрите, здесь люди бросились продавать свою недвижимость. Вот видите, написано, для продажи и для аренды ищут покупателей. Не знаю, кто здесь сейчас уже в такой ситуации захочет покупать этот дом. Хотя, конечно же, в свое время здесь цена на недвижимость была очень и очень высокой. Потому что центр города и великолепный вид, все мечтают жить в таком месте. Конечно же, если бы не вот эта вот страшная опасность. Ну а вот этот отель, он был построен не так давно, в середине 20 века. Где-то так, наверное. Судьба его также остается под вопросом. И показываю вам еще вот этот вот камень здесь такой нависающий. Обратите внимание, мне кажется, что камень похож на чей-то профиль. Вот лицо человека с открытым ртом, который немножко запрокинул голову и устремил свой взгляд в океан. Ну а я показываю вам опять эту улицу, в которой случилась такая беда. И вы знаете, я, конечно же, думаю, что уже этим людям вряд ли что-то здесь поможет. Продать эту недвижимость они уже не смогут. Либо эвакуироваться уже оттуда и бросать свои прекрасные дома и квартиры, унося ноги, как говорится. Либо уже ждать до конца, что же случится. Вот вы знаете, никто сейчас никаких гарантий не нает. Может это случиться завтра, может случиться через неделю, а может и вообще все это приостановится на долгие-долгие десятилетия. Вот так вот здесь жить. Вы знаете, еще что хочу сказать, что эти дома не застрахованы, потому что все страховые компании уже знают о том, что здесь происходит. И обычно такие дома на побережьях, они не страхуются. Теперь для этой улицы вопрос только во времени, когда именно произойдет с ней дальнейшая катастрофа и все окончательно повалится и обвалится. А я вот вам показываю странное дело, что здесь буквально рядом с этой улицей, вот я только вышла, позади меня она осталась, эта улица. Здесь вот, пожалуйста, построена старинная церковь Святой Екатерины. И хотя церковь, конечно, стоит немного в отдалении, но тоже странно, что выбирают вот такие вот места опасные для того, чтобы построить церковь. Может быть, нашли вот возвышение. И скорее всего, что раньше эта церковь так близко не стояла к океану, потому что здесь, напоминаю вам еще раз, оползни происходят ежегодно, и океан откусывает огромные куски территории постоянно, ежегодно, не переставая. И вот так близко уже подошел океан к этой старой церкви. Церковь действующая, друзья. Я показала вам там расписание. Воскресные проводятся какие-то службы. Но, несмотря на обилие церквей в Англии вообще, эти церкви в основном действующие, насколько я могу судить, англичане в большинстве своем в Бога не верят. Ну, это уже совсем другая история. Я благодарю вас, друзья, за просмотр моего видео. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписался. Я надеюсь, что мои видео снова будут выходить с обычной периодичностью. Два или три видео в неделю. У меня еще много для вас есть сюжетов, очень интересных мест, которые мы с вами посмотрим на острове Уайт. Ну и вообще, друзья, что я хочу сказать? Только на моем канале вы сможете увидеть этот потрясающий остров Уайт и услышать множество историй и посетить красивые места на этом острове. А на этом я с вами сегодня прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока. Продолжение следует...